У него качество хорошее, да. У него сониковская стоит эта модель. Ну вот смотрите, доля вашей профессионализма уже заключается в мелочах. Во-первых, положили человека в простынь. Если он не приготовил, вы ему даете простынь. Или отправляете, если просто нагло поварить, не хотят. А так, в принципе, предупреждайте, чтобы он сам приходил со своей. Некоторые, по-моему, с домом приносят, там, с цветочками, там, какие-то простынь. Свою простынь вы накрываете сверху человека. Подогрев его предварительно, там, на батареи, например, да. Я обычно нагрею. После бани, даже если человек вытерся, да, все равно остаются какие-то влага, вот во впадинах, в позвоночниках, да. Обязательно все под простынь накройте, выпьете ему его или ее. Им будет так вот приятно, если вы прошлись, да. Накрываете ноги. Ну, сейчас у нас стол покрывает немножко. И вот можно вот так вот закатать простынь, предупредив, что мы тебе чуть-чуть приспустим штаны, штанишки там далее, что у них есть. Вот, потому что спина у нас входит включительно от головы до ягодиц. Здесь у нас там лежит валик. Это, в принципе, необходимо. Есть всякие подушечки, бывают и под живот, под ноги, и вот мы сейчас вот такую используем, да, надувную подушечку. Это все говорит о такой некоторой доле вашего персонализма, к которому привыкают клиенты. Текло масло подогретое – это тоже очень правильно. Хотя в данном случае они в бане работают. Масло можно не подогревать они и так разогретое. И не тратить много времени на ручной разогрев спины. Потому что тоже предупреждайте, чтобы они хотя бы два-три раза зашли в парилку до массажа. После массажа тоже, соответственно, можно зайти в парилку. Почему? Потому что во время массажа выделяется в качестве защитной реакции в мышцы человека молочная кислота, мочевая кислота, и они могут после этого болеть. Я, правда, клиентам и говорю, что после массажа, я должен вас предупредить, у вас день-другой могут поболеть мышцы. Сразу предупреждаете, не ленитесь, вечно каждый может предупреждать. И сразу поясняю, ну, это как у спортсменов. После тренировки мышцы болят. Знаете? Они сразу говорят, а, да-да, знаем, знаем, ничего, нормально, это даже приятная боль. То есть уже у человека одно возражение у него уже исчезает. Далее вы можете сказать, что сейчас же я за вас делаю гимнастику. То есть считайте, что это пассивная зарядка для вашей спины. То есть вы лежите, а я за вас работаю. Поэтому, как у спортсменов, у вас и болит спина. Это только мышцы болят. Мышцы быстро пройдут, а зато эффект лечебный останется дольше. Вот, сейчас что я делаю. Пока я намазал масло, да, я, соответственно, уже его и растер одновременно. Для разогрева используем достаточно быстрее, конечно, техники. То есть круговые движения, продольные движения по всей спине. Клиента просите положиться для вас правильно. Это значит, вот эту руку оставляем сверху. Для чего? Для того, чтобы вы спокойно ходили. Потому что вы двигаетесь постоянно вдоль стола, да? И вам будет неудобно задевать, и ему неприятно все время дергать его, да? А вторую руку свободно свешиваем либо вниз, либо вдоль спины кладем. Если он не вмещается, можно под себя там пальчиком подогнуть. Для чего? Для того, чтобы расправилось плечо. Голову, соответственно, кладем в нашу сторону, просим его повернуть ко мне. Я прям каждому говорю, да, руку сюда, руку сюда, голову в мою сторону поверни. Чтобы, опять же, если рука соскальзывает, там, по щеке его не бить, да? Или, там, ну, распрямить у этих мышц спецки семидные. Продолжаем разогревать, постепенно будем. Ну, это классические, в принципе, техники. Ну, ты знаешь, да, их? Ну, знаете, не знаю, забыл, ты уже забыл. Вот, что я хотел сказать-то. Почему мы начинаем именно с левой стороны? Потому что здесь находится сердце. И я сейчас буду объяснять, как мы гоним кровь по секторам. То есть мы будем разделять организм на некоторые сектора. Вот, можно спину, в принципе, поделить вот так вот пояснице, да? С половинкой ягодиц. Грудной отдел и шейно-воротниковый отдел, да? Некоторые заказывают прямо на какую-то часть вот эту, например, сделаем, да? Так, значит, эту часть и массируем. Ну, дальше там ягодица отдельно, бедра отдельно, голени и крови отдельно. Эти сектора важны нам для того, чтобы запускать процесс кровообращения. Если все-таки клиент говорит только поясницу ему сделать, да? Все равно мы эту часть задействуем, потому что кровь надо гнать вверх. И вот туда, сюда мы гоним лимфу. В бок, в паховую зону, в подмышечную зону, да, и вот сюда, в подключичную зону. Там, где кровь уже разогналась, да, вот здоровое покраснение, я прям-то клиентам и говорю, вот видишь, у тебя кожа стала розовая, такая красненькая, да? Вот видишь, что-то у нас в бене стала кожа розовая. Кстати, он не видит, да, но я его как бы фиксирую, так приободряю его. Видишь, это положительный результат, это хороший эффект. Ты молодец, типа, у тебя хорошее кровообращение, здоровое. Трофика ткани нормальная. Прям так мы подтверждаем вот это, понимаешь? Это ему приятно. И вам что-то приятно, когда такое говоришь. А когда я говорю, я еще добавляю в шутку, что... Ну вот, ну, закончил какую-то эту половинку, да? Ну вот, поздравляю тебя, у тебя появился здоровый румянец на пол спины. А вхожу с той стороны и говорю, так, а сейчас мы сравняем со второй половинкой спины. Ну тут главное, как дизайнер дизайнеру или художник художнику, тебе скажу, главное попасть в колор. Обычно они смеются после этих фраз. Так что так вот, раскрепощайтесь ситуацию, приобадривайте его. Так, мы продолжим про простые движения. То есть там у меня на этом в Ютубе выложено, я массаж, ну, как в воздухе делаю, показываю. Движения такие. Вот так мы делаем, вот так вот, простые движения, простые движения. И вы их делаете, не представляете, как при этом высекаете деньги. Всего лишь вот такие простые движения приносят вам доход. Значит, смотри, вдоль позвоночника идет вот этот валик мышечный, да, продольный мышц спины. Прямо по нему вот так вот резко, сильно двигаем рукой. А еще можно чуть ближе к позвонку, к ассистом отростка позвонка. Прямо между ними внедряешься вот так вот рукой, да. Вот, предложи, попробуй. Смотри, вот просто когда-то научился, да. Вот, вот так вот ассисты отростки обходите. Не знаю, насколько сейчас факторный проект. Ну, вы показывали так. Это потом, это другое совершенно упражнение. Сейчас мы разогреваем. Применили вложение, да, мы его можем вообще хаотично сделать. Теперь применяем разогревающие техники. Вот так, вот так и вот так. Ребром ладони. Делается энергично и быстро. Если видишь, у меня стойка даже вот такая. Чтобы специально вот туда направлять движение с помощью ног. То есть движение идет от пятки. Смотри. Сначала стежками. Стежок такой, как, как будто шьем мы. Уже разогрели, в принципе уже тепло чувствуется. Ну, как бы я делю спину вот на раз, два, три, четыре части, да, по высоте. Потом делю ее на две части. Раз, две. Теперь на одну часть. Потом широким хватом, полностью ладонью, да, разогреваю. Далее кровью гоню опять широким хватом, уже захватываю ладонь и большой палец. Их больше, больше покрыться получается. Можно это сделать с утяжелением. Второй рукой прямо давишь. Если человек мощный, можно даже вот там все весом надавить. Вот, что-то на этом уже похрустывает. Пока только техника разогревания и растирания. Трапециевидную мышцу. И вообще тут лопачную точную зону. Растираем. Ну, либо вот так, может, ладонями. Двумя. Либо вот так вот. Тут мышцы идут веерно. От кончика плеча. Как бы вот так вот. В разную сторону, да? Поэтому, наоборот, вдоль мышц туда вот сходимся. Раздвижение запомнил, да? Потом ладонь умей. Теперь одна ладонь, а одно лебро ладонью стоит. Растерев таким способом, мы можем добавить теперь, прямо в это движение добавляем методы разминки. Когда мы подготавливаем валик, как бы, да, кожи. И вот его, как бы, на дуне вот так прокатываем. Видишь? Это может быть как самостоятельное движение, да? Так же может быть и сразу включено в разминание. В растирание, вернее. То есть метод разминания включено растирание. Ну, здесь, соответственно, проходимся перпендикулярно оси позвоночника, да? И в этой части тоже. Вот здесь перпендикулярно. А здесь на ягодицах можно... Хоть чуть-чуть еще спустим. Давай. Сейчас. Давай вообще снимаем. А здесь мышцы идут под крестца, как бы, веерно вот туда. Соответственно, вот в эту сторону. Растираем. Разглаживаем. Далее, к растиранию можно подключить уже не только фиброладони, да? Ну, еще и предплечье. Все. Для этого, конечно, надо смазать предварительно маслом. Да, чтобы, во-первых, его волосы там не мешали свои собственные волосы на руках, если есть. Смотри, как я смазал маслом. Профессионально, когда вы на него не капаете, не льете, а плавно сразу в воздухе растираете по своим локтям. Особенно, если масло холодное, так будет комфортнее. Вот. И те же самые методы разминания мы добавляем с локтями. То есть, например, одна ладонь идет, да? А другой, не только вот так, а весь локоть включается. Особенно это эффективно на пояснице. И на всей зоне ягодицы. Так же и здесь можно целиком. Прямо вещь я шею, прям захватываю шею. И когда веду по трапециевидной мышце, она, кстати, видите, приподнимается. То есть я ее, как валик, уже ее под себя подгоняю. Ну, на ягодицах можно и поперек делать, и вот так делать, да? Угу. Тоже уже практически перешли от растирания к разминанию, когда у нас получается валик. Вот видишь между локтей? Кожа, видишь, что там подходит? Валик. Так, ну давай закрепим вот эти методы, дальше перейдем к растиранию. Ой. Растирание закрепим, перейдем к разминанию. Следующие техники. Пока понятно, да? Понятно? Ну попробуй. Давай, с этой стороны можешь. То есть ладонь, круговые движения спиролеобразные, прямые стежки, ребро руки и полностью все предплечье. Вот видишь? Здоровый розовый цвет. Сейчас мы легче одну сторону заблансируем. Кстати, давай лучше другую, действительно, чтобы вы успевали по очереди. По очереди? Мое сердце будет нравиться. Нет, нет. Одну делаю, ты другую, потом и тебе. Так же. Одну половину, вторую половину. Нет, нет. Вспоминай, с чего мы начинаем. С предупреждения клиента, что нужно ему сделать. Положите его так, как вам удобнее. А тебе удобнее. Так, вот у меня. Убираем сюда. Да. Ну, у кого больших плеч, мы брали свежую звуку. Да, теперь применяем. Ну, масло-то мало. Вот тут надо на него еще налить масло. Особенно, если спины волосатые. У меня был такой прикол, напарник мне звонит и говорит, слушай, Олег, выйди за меня, пожалуйста. Я говорю, а что случилось-то? Да блин, говорит, в субботу было столько кавказцев волосатых. Я себе ладошки стер. Я думаю, как это? Да сколько работать? У меня вообще ладони никогда не стирались. Причем про него, про моего напарника все время говорят, что он масло немерено льет. Он на полу, на пустынях и даже на стену грызгает. И все равно как-то стирает ладони. Ну, не знаю, может быть у меня там кожа такая, конечно, слабая. Но тут вы масло действительно подгоняете под ваши нужды, да? Чтобы рука не слишком скользила и не слишком тормозила. В зависимости от волосатости человека, от сухости его кожи. Сейчас этот процесс мы будем маневрировать. Ну, тут розовый. Да. Калор попадает. Калор попадает. Главное не переборжишь. Да блин, начинает уже. Сопадает, да. Чтобы не синяя была, а не бордовая, надо попасть в розовый цвет. Ты смотри, смотри, подожди. Вот эту руку полностью захват был, чтобы вот тут плотно. Проводим такую туда вот. С утяжелением теперь попробуем второй рукой. Да, и сверху, да, вот так. Позвоночник не задевает его. Не, я же палец прям введу. Или задевает его? Не, не, сейчас. Самое главное, да, не задевай позвоночник. Мое тело тебя скорректирует. Вот, теперь стежки попробуй. Ты вот это и начал уже делать. Я только теперь сначала стежками. Стежок раз, стежок два, стежок три, стежок четыре. Теперь на два больших стежка. И один. Вот, молодец, отлично. Давай к лопаточке переходим. Помнишь? Верное, говорил, так. На конус. А второй рукой тоже действует. Одну и так. Нужно ладонью одной. Нужно так, да. Теперь смотри, поменяй наоборот. Ты можешь эту ладонью, а эту ребром. Так. Тренируйся, тренируйся. Да, для чего? Потому что ладонью ты будешь подавать. Кусок мяса. А во второй, а вот этой рукой на себя забирать. Вот отсюда смотри, вот отсюда можешь прям. Нет, вот этой. Стоп, стоп, стоп. Расслабься, расслабься. Вот это ты подаешь, а это туда. Вот видишь? Такой, чтобы захват был в плоти человеческой. Так. Угу. Вот, иди сюда. Так. Немножко ставишь, ты, конечно, эргономично. Ну, попозже. Плечи вверх поднимаешь, перенапрягаешься в итоге. А плечи вверх поднимаешь, расслабься. А плечи вверх поднимаешь, Как объяснить про это? Как будто на это. Не достаёшь его. Не достаёшь его. Как будто он, да. А, то есть долго положишь. Да, посмотри. Нет, не стоп. Лишь по нижнему наоборот надо. Есть такое упражнение, захват медведя, когда ты плечи вот так на себя одеваешь вперёд, у тебя получается такой корсет, и ты двигаешься. Вот так вот разменяем. Потому что, когда ты просто поднял плечи, они тебе напряжены. А вот так вот тебе, как бы, ну, кости так положились. А потом я себе снял его. Потом я забываем снять. Олег, может, я тебя переведю? Да, говори. Саша, ты знаешь, как попробовать сам? Ты попробуй вот движениями, знаешь, вот не, как бы, не напрягаться самому, да, а делать как бы расслабленно, но часто вот движения такие, может быть, когда ты делаешь разогревающие, да, вот, может быть, чувствуешь, чтобы не, как бы, не сильно вот так вот, может быть, ты просто энергию тратишь очень сильно, когда ты вот и, 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 вот так вот. А просто спокойно вот так вот руками работаешь, только что, как бы, часто на трение. На трение, да. На трение, да. Попробуй, да. В данном моменте так и есть. Именно акцент на трение. О! Так. Как лучше? Оттуда, отсюда? И так, и так. Сначала вдоль от крестца идут мышцы вот сюда, к началу бедренных костей. Мышцы, мышцы идут, я имею в виду. И, значит, вот так и делаю вдоль мышцы. А потом поперёд можешь. Напомни. Ну, смотри, вот так вот, да. Ага. Просто двумя руками. Кстати, вот при этом движение, да, вот еще раз попробую специально на камеру, когда вы руки ближе к друг другу подводите, да, не так широко, то разогрев идет быстрее, как будто прожигается огонь. То есть проходишь прямо вот с этой стороны, с этой стороны ягодичку и поясничку, и трестец еще вот так вот проходишь. Да-да-да, ты сразу почувствуешь тепло. Александр, тепло чувствуешь? Ну, вы же огонь добываете, конечно. Тепло в попе. И все это на камеру. Нормально пойдет. Так. Так. И давай попробуй... Ну, ты уже, кстати, включил следующий элемент, о котором я сегодня рассказывал. Ты вот так руки взял. Ага. Вот так удобнее брать, да, где либо сбоку возможно взять, ну, кусок плоти, да, либо где вот апперсимидная кость. Вот тут мы вот так разогреваем. Апперсимидные мышцы. Ну, я еще вот делал... Вот так вот. Ты наоборот обратно захват сделал. Я помню вот это. Да, вот это. Ну, это уже разминка. Вот когда ты захватываешь, это разминка. А когда вот так трешь, это разогрев. Ну, почему нет? Можно, можно, ягодицы. Вот так вот пройтись. Так. Да. Слушай, ты говоришь. Наливать-то можно где угодно. И выпивать можно где угодно. А там, где я могу, там и выпил. Локти-локти захватываю прямо вот до сюда. Потому что сейчас еще перейдем к ним. Ну, я тебя. Немножко как, конечно, для этого. Ну, я говорю, без обид. Ощущаю. Кема. Тут победы уже, понимаешь. А он себе израиль или израиль. Так. И у нас здесь... Все нормально все. Стой, ты к разминке переходишь. Не разминаем, а растираем. Эту руку давай, вот эту руку ладонью. А этой всем локтем. Так. Да еще померят. Ну, смотри, я еще раз покажу. Давай. Во-первых... Ну ладно, то есть рука так лежит. Во-первых, это ты можешь делать там всю спину. Видишь, они параллельно ходят, так же, как у тебя ладони шли. Да. Если бывают такие люди, у которых позвоночник выпирает выше мышц. Да? Соответственно, твой касательный, твой локоть должен идти мимо позвоночника. Вот туда, только на мышцы. Не знаешь, как бы он не касается. Здесь на пояснице, как всегда, он продавлен. Так что может прямо, касаясь его, позвоночника, касаясь вот этих вот забедренных костей, крестца, прям параллельно. А вторую руку, видишь, я вложу в противопазе ладонью, ребром, вторым локтем. Видишь? Одна всегда локоть, а вторая ладонью, потом ребром, потом локтем. Ты к разминке перешел, это разминание. Да мне кажется, что я вложу. Ну, давай, доделывай. Попробуй одной рукой поступательно двигаться. Локоть поступательно двигаться. Туда-сюда, туда-сюда. А вторую руку добавляешь в движение. Давай-давай. Помнишь, я тут говорил? Вот ты ведешь, смотри, прямо оттуда руку, захватываешь репетию, дынуешься и по шее не проходишься. Прямо шею, да, вот так захватываешь шею. Ага. Ему должно быть приятно. Да что, я расслабился у вас. Да учитесь, вы, семена и семена. Два слона обдом, бля. Что хотите делать там, да? Нет, вы просто, никто не имел никогда. Серьезно что ли? Сочтем это за комплименты. Так, ну что тут, смотрите, не получается до конца. Опять пресловутым этим ягодицам. Вот можно в эту сторону, вот видишь поступатель движения туда-сюда, туда-сюда. А потом вот в эту сторону, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А вторую руку только я добавляю движения. Что отсюда, что отсюда. Да, да. Можешь поменять руки, например, тут целлюлит. Это неудобно, вторую, другую эмоционную штуку. Это тоже, да. Вот, на этом у нас момент растирания закончился. Вот это растирание тоже можно попробовать, которое ты, в принципе, знаешь, да? Есть мышечная память в руках. То, что ты делал, да, вот так вот. Это вот на плечах мы делаем, в центрах, в периферии. Можем сделать на трицепсах, да? И можем сделать сбоку ягодичные мышцы, вот тут сбоку. Ну, здесь тоже. Ну, просто попробуй, чтобы завершить. Нет, с этой стороны уже стоишь. В принципе, мы просто, когда делим тело, мы плечи делаем отдельно, руки отдельно. А сейчас тренируемся. Еще ближе друг к другу, чтобы было тепло больше. У Сашки чувствуется прям, энергия боленнала. Прям ключом. А мизинцы я отставляю подальше, чтобы случайно задеть мне там ухо или что-нибудь. А я тоже буду, да. Желаю, что-то. Ну, это получается с лобами. Да, вот так вот. Блин. Бабы. Женщины. Ну, конечно. А когда вот это делаешь, некоторые аж, блин, они сам оборачиваются. Да. Я не знаю, почему. У них бывает либо чекотно, либо бывает... Болевой порог, как в сердече. Да, вот тут болевая точка есть такая. У женщины, что часто, чаще, чем у мужчин, раза в три-четыре осединаричный нерв болит. Вот эти вот точки, это у них обычно болезненные. Это ведь не больно? Нет. Да? То есть они бывают, да, действительно крутятся. Вот здесь вот точки вот есть. И там вообще все... И вот эти... Ну, нет, нет, нет. Да, да, вот ты правильно там, на ягодичные...